Первые матчи в исполнении баскетболистов в Нью-Йорк Никс показывают, что те пессимистические ожидания, которые были в межсезонье, они подтверждаются. Команде тяжело привыкнуть к идеям нового тренера. Единственным светлым пятном, которое есть сейчас у Нью-Йорк Никс, это небольшое оживление Омары Стаудмайера. Он старается, он хочет вернуться, он пытается вернуться. Пять поражений Лейкерс, ну, меня они не удивляют. Как я уже говорил ранее, состав команды очень слабый. Бузер на спаде. Лин в качестве основной опции не радует. Кроме того, вылетел на сезон тот человек, от которого ждали помощи, это новичок Джулиус Рэндул. И пока, кроме каких-то бомбардирских достижений Коби Брайанта, сказать что-то хорошее про эту команду очень тяжело. Две команды, которые еще совсем недавно играли в финалах конференции, Индиана и Клахома, синхронно начинают сезон с ужасных показателей, с серией поражений. И, конечно, этому есть субъективные причины. В первую очередь, это травмы лидеров. Травмы Пола Джорджа, травмы Дюранта, Весбрука. Филадельфия идет пока на уровень с Лейкерсом. Даже одно поражение больше. И никак не помогает этой команде восстановление Наэла. Никак не помогает этой команде переход элитного защитника Алексея Шведа. И эта команда, естественно, уже мы это видим, снова будут бороться за последнее место и за максимально высокий пик на драфте следующего года.